Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче» к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, как бы вы прокомментировали то, что произошло, вот эти вот 87 и 34% после подсчета 40% голосов. Медведя, кстати, уже подздравил Путина с блестящей победой. Что скажете на этот фарс вы? Ну, я ошибся, например, на 2,5%. Я все эти последние недели говорил, что Путина нарисует 85%, но, видите, рисует ему больше. Ну, может быть, там будет какая-то корректировка. Но, во всяком случае, именно эти данные были понятны. Они были спущены еще 2 месяца назад Сергеем Кириенко на селекторном совещании с главами регионов. Поэтому это нового, скажем так, ничего мы не обнаружили. Единственное, сегодня я могу просто зафиксировать, опять-таки, констатировать смерть российской оппозиции, в общем-то, которая стояла сегодня в очередях на заграничных участках, в основном, естественно, и которые приняли участие в операции легитимации Путина. Сегодня, в общем-то, вскрылись все так называемые консервы, все агенты и, в общем-то, те, кто обманывал долгие годы или последние месяцы российских граждан, лидеры общественного мнения, они все, в общем-то, сегодня обнажились и зафиксировались в пособниках путинского режима. И, в общем-то, здесь, с одной стороны, это печальное событие, с другой стороны, оно, на самом деле, для меня радостное, потому что с сегодняшнего именно дня, и вот этот день, 17 марта, войдет в историю смерти российской оппозиции, и возрождение ее, в общем-то, сегодня российской оппозицией являются батальоны. И российские граждане, воюющие в составе БСУ, в первую очередь, это Легион свободы России, РДК, Сибирский батальон, те люди, которые помогали и продолжают помогать им. Ну и, в общем-то, началось такое возрождение и отчищение от всей этой гнили путинской прилипал, которые все эти годы и морочили людям голову, и себя выдавали за представителей российской оппозиции. Поэтому, в принципе, день, он не такой грустный в плане политическом, так что нас ждет действительно новая российская оппозиция, которая будет сильной, которая будет с оружием в руках, в общем-то, бороться с этим фашистским путинским режимом. Сегодня эти люди, которые находятся на фронте, они плечом к плечу с украинскими гражданами пытаются освободить украинские территории от захватчиков. А почему вы называете сегодняшний день смертью российской оппозиции, нынешней российской оппозиции? Вы чего-то другого ожидали, кроме как вот эта вот акция, которую они организовали «Полдень против Путина»? Нет, нет, нет. Акция «Полдень против Путина» тоже не нужно думать, что это как бы плохая акция. Я ни в коей мере это не говорю. Речь шла о том, чтобы проводить подобные акции напротив российских посольств, но никаким образом не приходить на участки голосования и не становиться преступниками. Сегодня каждый голосующий, вошедший в посольство и взявший бюллетень является преступником. И, в общем-то, те люди, которые к этому призывали, это как раз были лидеры, известные лица в российской оппозиции, ну, в общем-то, вот сегодня можно действительно констатировать именно эту смерть, потому что они сами, своими руками легитимировали режим Владимира Путина. Сегодня основная задача у остатков, скажем так, разгромленной российской оппозиции заключается, как я уже сказал, в помощи российским добровольцам, воюющим в составе ВСУ. И, в общем-то, сегодня происходит, и в ближайшие недели будут ряд разных международных встреч с представителями из разных стран, с политиками, депутатами разных парламентов европейских, о том, чтобы Европа, европейские страны, союзники Украины не признавали Владимира Путина легитимным президентом. Но, опять-таки, никто не сделал легитимным Путина больше, чем бывшие представители российской оппозиции. Я вот хотел бы опять вернуться вот этим к цифрам, которые там уже частично подсчитаны, тем не менее. Вот нет ли здесь определенного, я так почему-то подумал, соревнования между двумя диктаторами? Мы помним, у Путина в 2018 году, это был предыдущий, его рекорд было 76%, у Лукашенко в 2020 году было 80% нарисовано, и теперь вот мы понимаем, что у Путина будет тоже больше. То есть, вот каждый раз вот эти вот повышаются показатели, понятно, каким образом они повышаются. Это совпадение или действительно вот есть такой вот момент соревнования? Я не, честно говоря, я не думаю, что есть какое-то соревнование, просто сегодняшние вот эти показатели, но это рвение на местах уже, показать свою значимость, показать свою преданность Путину и тем, кто сегодня рулит вот этим всем режимом, просто вот они стараются, в общем-то, обогнать друг друга в лизании верховной власти. Так что здесь это чисто, наверное, все-таки совпадение, я не думаю, что есть какое-либо соревнование между Лукашенко и Путиным и людьми, которые рулят вот этими рисованными процессами. Но, тем не менее, мы видим действительно рисовка, как и ожидалось, происходит по полной программе. Явка, ну, во всяком случае, то, что вот бывший представитель российской оппозиции, картинку прекрасную, которую и заказывала Кремлевская администрация и руководил всем вот этим процессом, выбранным Сергеем Кириенко, сегодня целый день потирают руки. Мы видим и предсказывали, так пропагандистские каналы будут использовать вот эти так называемые очереди из преступников. Сегодня действительно можно говорить, что каждый, кто вошел в посольство, сегодня преступник. Независимо от того, что он там делал, перечеркивал, разорвал бюллетен или что-то еще, он своим участием, своей росписью за бюллетень, он маленькую частичку легитимации фашистского режима Путина внес. Поэтому здесь уже, опять-таки, ну, можно трактовать, конечно, по-разному, но факты остаются фактами. Никто не сделал больше для легитимации режима, как бывший представитель российской оппозиции. Ну, вот мы уже затронули эту акцию «Полдень против Путина». Она прошла в российских городах, люди приходили на это время, на избирательные участки, и прошла эта акция по всем, по многим городам в мире, и была достаточно многочисленная в некоторых городах. Как вы оцениваете, что это показало? И показало ли миру, что, например, очень много людей не согласных с политикой Путина? Опять-таки, мы давайте разделим очереди в посольство и реальные митинги и акты протеста, которые напротив посольства, консульства избирательных участков за границей стояли. Объединять это невозможно. Мы сегодня огромное количество вот этих роликов. У нас, на самом деле, будет приезжать говорить и громче. Мы поставили пять камер в европейских столицах. Одна из них была, естественно, Лондон. Ну и, собственно говоря, у нас огромный объем информации. Мы фиксировали всех этих преступников. И в дальнейшем, в общем-то, надеемся, что к ним возмездие придет. Ну вот, те люди, которые не ходили голосовать, а участвовали в акциях протеста, это действительно остатки вот этой, в общем-то, разгромленной, умертвленной российской оппозиции. Это, ну, на сегодняшний день, получается, лучшие люди государства, так или иначе. Ну а те, кто стоял в очереди, они, конечно же, никакого отношения к оппозиции не имеют. Ну а в России эти акции, которые происходили? В России же тоже приходили люди? То, что в России это героические люди, мы прекрасно понимаем, в каких условиях сегодня находятся российские граждане. Мы знаем огромное количество примеров. Да я лично разговаривал в течение вот этих вот так называемых выборных дней в разных регионах с разными людьми. И мне рассказывали, каким образом загоняют на участки и проверяют под угрозой увольнения заведения даже уголовных дел. Поэтому мы понимаем прекрасно те, вышедшие в Россию на эту акцию, это действительно герои. Ну, в общем-то, мы знаем уже об арестах в ряде регионов этих людей. Ну, что здесь можно сказать? К сожалению, в России сегодня плакатиками, шариками, фонариками невозможно поменять власть в российской. Власть будет изгнана и уничтожена только с помощью оружия вооруженного восстания. Другие методы не работают. И, к сожалению, люди получат достаточно сильный каток возмездия именно от путинского режима. С завтрашнего дня начнутся достаточно серьезные уже на сегодняшний день, если мы сравниваем опять-таки с прошедшими годами, месяцами, репрессии. В первую очередь затронут тех людей, которые расписывались за подписи Бориса Надежнина, за вот этот вот придуманный элемент Кремлевской администрации. Вторые в очереди на преследования будут люди, которые прощались с Алексеем Навальным в разных городах. Ну и третьи сегодня, конечно же, те, кто в полдень приходил и участвовал в этих акциях протеста. Это будут первые три категории, которые затронут репрессии, которые начнутся уже с завтрашнего дня. Да, они сегодня уже начались. Но, в общем-то, и здесь можно только посочувствовать. А те бравые диванные бывшие оппозиционеры, которые рекомендовали и организовывали вот этот выход людей, опять-таки останутся при своих. И, в общем-то, даже большинство из них и не ходило сами голосовать. Но, однако, призывали людей к подобным действиям. Ну, что можно сказать? Еще раз говорю, я констатирую, сегодня, 17 марта, смерть российской оппозиции. Но, опять-таки, будущее не печально. Но с сегодняшнего дня также началось возрождение российской оппозиции. Так что здесь, опять-таки, у нас есть вот этот пресловутый свет в конце тоннеля. А как бы вы охарактеризовали вот эти вот другие виды протеста, которые проходили в России на участках? Я имею в виду вот эти вот заливания бюллетеней зеленкой, порча бюллетеней, там, поджоги и так далее. То есть поджоги, попытки поджога, в том числе избирательных участков. Это все от какого-то отчаяния, возможно, безысходности. Как следует воспринимать такие действия? Ну, скорее всего, действительно, это отчаяние безысходности. Потому что все легальные процессы и все легальные методы, в общем-то, они не работают. И, к сожалению, ну да, вот люди вот таким образом проявляют свою позицию. Ну, здесь можно, опять-таки, немножко, если отклониться от выборов, мы видим, что вот уже третий год полномасштабного уторжения. В России растет как раз партизанское движение. Это как раз те же самые будущие, в общем-то, представители российской оппозиции. Потому что именно эти действия сегодня может каким-то образом противостоять власти. Потому что, ну, как я уже сказал, все легальные методы, они исчерпаны были. Так что, да, люди вот от безысходности проявляют такой активизм. К сожалению, ну, мы понимаем, что в России, что это, в общем-то, будет с ними. И, в общем-то, здесь, конечно же, тот как-то к репрессе, конечно, коснется и их тоже, в том числе. Так что здесь просто можно и посочувствовать. Но это достаточно сильные, получается, люди, которые, понимая последствия, все равно решились на подобные шаги. И здесь просто можно действительно их, ну, я не знаю, там, герои-герои записывать, но так или иначе. Вот такие вот очаги сопротивления, они будут еще только в большем-большем количестве разрастаться. И, в принципе, здесь, наверное, можно наметить такую положительную тенденцию. Чем больше будет подобных случаев, тем больше будет, в общем-то, порчи российского имущества, тем более военного имущества, тем быстрее придет победа Украины. И всего цивилизованного мира. Сегодня, кстати, многие люди сразу после избирательных участков или с этой акции «Полдень против Путина» пошли на могилу к Алексею Навальному на Борисовское кладбище. Десятки россиян туда пришли, они несли записки с текстом «Мы выбираем тебя», бюллетень, на котором было написано «Алексей Навальный напротив галочка» и подпись «Человек, который давал нам надежду». Вот это что такое? Дань своему, не знаю, лидеру мнений общественных, герою, которого россияне считали, которым был Алексей Навальный? Или такой больше символический шаг, как вы считаете? Ну, это, наверное, дань памяти. Действительно, Алексею Навальному, безусловно, это символический шаг. Этим не воскресишь Алексея Навального. И, в общем-то, ну, людей тоже можно понять. Действительно, многие российские оппозиционно настроенные граждане связывали с именем Алексея Навального будущее России. Но, опять-таки, здесь можно просто сконстатировать то, что, вот мы знаем, службы кладбища вывезли все цветы до этого из могилы Алексея. Поэтому, ну, это действительно дань памяти и уважения Алексею Навальному, не более того. Так что здесь, в общем-то, ну, надо просто сказать спасибо этим людям, и которые помнят Алексея, и Алексея действительно не будет забыт многими. Так что здесь сейчас главное все-таки сосредоточиться на сегодняшний день на вооруженной борьбе и помощи вооруженным силам Украины и, в первую очередь, российским добровольцам, которые воюют в составе ВСУ. Поэтому сейчас все другие там акции, методы или какие-то действия нужно отложить на потом и сосредоточиться именно на этой помощи, о которой я сказал. Вот вы как раз упомянули об вот этих вот рейдах, рейдах российских добровольцев в Белгородской, Курской области. Насколько вот эти вот рейды, уже шестой сегодня день заканчивается, собственно, как он продолжается? Хотя там в первые дни рассказывали, что, ну, там из Минобороны и пропагандисты, что, мол, все попытки пресечены, там все уничтожены и так далее. Ну, по факту бои продолжаются. Белгород, в Белгороде очень неспокойно. Мы даже видели видео, где, в принципе, люди практически вообще не выходят. Никто не ходил даже голосовать, потому что есть реальная угроза и опасность. Боевые действия все-таки происходят. И насколько вот эта ситуация может расшатать вот эту вот внутреннюю ситуацию в стране, вот опять-таки еще увеличить недоверие к властям? И, ну, еще сюда можно добавить вот эти вот постоянные, каждодневные, фактически уже стали традиционными эти удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. Тоже такой очень неспокойный момент, учитывая, что он может привести там и к топливному кризису определенному и так далее. То есть, насколько вот эта вся ситуация влияет именно на реальное отношение к власти, а не то, которое там нарисовал ЦИК? Ну, надо сказать, что все-таки небольшая территория, где находятся сейчас российские добровольцы, ну, там не такое большое количество людей живет. Насколько я знаю, опять-таки, от общения с представителями Легиона Свободы России, местные жители воспринимают легионеров положительно. И, в общем-то, действительно, многие просто понимают, что у нас фейковая власть в России. Вот вы сейчас сказали, что многие не пошли голосовать в Белгороде из-за обстрелов, ну, а Путин все равно ведь нарисовал там огромное количество голосующих. И явку они именно рисовали в Белгородской области. Для них это как раз было очень важно, показать процент, большой процент, что, несмотря ни на что, то, что власть скрывает то, что происходит сегодня в Белгородской области от всех жителей России. Ну, так или иначе, все равно же информация просачивается. Другое дело, что, опять-таки, многие, скажем так, ну, не знаю, состоявшие или состоящие на службе у Кремля говорят о том, что это все тоже фейковые подразделения. Но это не так. Я буквально несколько дней назад вернулся с фронтовой линии, были в Донецкой области, в общем-то, прямо там в двух километрах от линии фронта, общался с бойцами ВСУ, у нас сопровождали как раз представителей региона «Свобода России». Надо сказать, что все-таки жители Белгородской области, вот прислежащих российские регионы, куда заходили или заходят российские добровольцы, ну, вот, как я уже сказал, положительно оценивают их вклад. И мало кто верит власти. Другое дело, что они не видят никакой возможности сопротивления сами по себе. И, в общем-то, люди подневольные. Но, в общем-то, эти рейды говорят, в первую очередь, о том, что российские правоохранительные органы, в первую очередь, им начихать на граждан Российской Федерации. Мы прекрасно видели, когда вот этот рейд только заходил, как драпали представители российских властей, правоохранительных органов оттуда. Мы видели ту ложь, которую распространяет официальная российская пропаганда о количестве там убитых, уничтоженных техники и всем остальном. Да там количество такого людей не зашло, о которых рассказывают, что они ликвидированы. Ну вот. Ну, так или иначе, в общем-то, Путин привел войну в российские дома, в российские квартиры. Опять-таки, здесь винить можно только, опять-таки, Владимира Путина, но никак, опять-таки, ни российских добровольцев, ни украинские вооруженные силы. Российские добровольцы заходят на российскую территорию, чтобы, во-первых, показать, что это как бы дом их и представителей, опять-таки, граждан России, которые сегодня по независимым причинам находятся за рубежом, и что освобождение территории России от путинского режима, ну, это, в общем-то, будущее, опять-таки, к которому нужно стремиться. Именно для этого необходимо помогать, в том числе, российским добровольцам. Так что здесь, чем больше будет вооруженных людей в составе вот этой вот оппозиционной, уже можно называть оппозиционной армии, армии оппозиции российской, чем быстрее можно будет скинуть этот фашистский режим Путина. У нас, кстати, есть аудиоперехват Главного управления разведки Украины, в котором жители в Граевронском районе Белгородской области жалуются на происходящую ситуацию. Давайте послушаем. Тут два вопроса. Как вы думаете, во-первых, ну, вы частично уже ответили выше в разговоре. Понимают ли жители Белгорода и Курской области, и ранее Брянской области причину следственную связь того, что происходит у них сейчас? В том, что война пришла на их территорию, потому что ранее, в 2022 году, Россия пришла с войной на украинскую территорию. Это первое. А второе, почему Путин подкрепление не присылает в эти области, мол, мы сейчас поможем, всех спасем, и украинских нацистов, и других террористов выбросим с территории? Ну, первое. К сожалению, пока понимание не пришло к большинству населения, в том числе и большинству белгородских жителей. Но это, в общем-то, опять-таки, ну, зависит, безусловно, от пропаганды, которая уже долгие десятилетия промывает мозги россиян. Поэтому, в общем-то, мы боремся за введение достаточно жестких санкций, которые как раз могут помочь, скажем так, очистить мозги от влияния пропаганды, хотя бы на какое-то время, чтобы люди хотя бы посмотрели вокруг, что происходит, и поняли вот эту причинно-следственную связь. Что же касается, почему не прислали войска, ну, мне сложно сказать. Может быть, потому что сейчас перекидывать с фронта, ну, нет возможности. Потом все-таки достаточно неожиданно, это же как бы не объявляется там, что вот какое-то время мы будем заходить в той-то, в той-то части территории границы. На самом деле, это растерянность, говорит о растерянности российской власти, представителей правоохранительных органов, ну, и, в общем-то, в таком, не взаимосвязи между разными ветвями российской власти. Так что здесь, скажем так, жители Белгородской области были брошены руководством Белгорода и губернаторством, ну, и, соответственно, в общем-то, вот такая ситуация получилась, что и несогласованность вот этих вот органов и приводит к тому, что нет возможности для того, чтобы как-то, скажем так, бороться с российской стороны с этими явлениями. Мы сегодня знаем, что российская армия воевать не умеет, она может только уничтожать и стирать с лица земли украинские города. Поэтому что они должны были сделать? Стереть сами с лица земли Белгород, чтобы выявить российских добровольцев? Ну, естественно, как бы нет, пока на это российские власти пойти не могут по тем или иным причинам, но рано или поздно, я думаю, что это будет происходить, когда уже будут большие формирования находиться на территории Российской Федерации, а не просто будут какие-то вот эти вот вылазки или заходы на какой-то ограниченный период времени. Так что здесь, в общем-то, российская армия себя еще покажет, по большому счету. Это мы будем наблюдать, ну, не знаю, насколько это будет в скором будущем, но так или иначе мы будем наблюдать, когда представители высшей российской власти Путин будет отдавать команду стирать с лица земли уже российские города с российскими гражданами, как он это делает сегодня в Украине. Вот возвращаясь к выборам, мы говорили о том, что Дмитрий Медведев уже поздравил Путина, но на самом-то деле Путина с победой поздравил еще в пятницу, в первый день выборов, президент Европейского Совета Шарль Мишель. Понятно, что это был сарказм, да, он так и сказал, что хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которая сегодня начинается, опять-таки напомню, в пятницу это было без оппозиции, без свободы, без выбора. Вот в этом контексте признают ли победу Путина, вот эту, в том же Евросоюзе, в Соединенных Штатах цивилизованный западный мир? Ну, я надеюсь, что признания не будет, потому что действительно, ну, мы все наблюдаем, можно сказать, в онлайне вот этого канала и вот этот цирк под названием выборы. Поэтому, ну, будут, безусловно, наверняка, не знаю, премьер-министр Венгрии направят свои поздравления, или представители, руководство других стран, союзников России, там, Ирак, Иран, Северная Корея, безусловно, будут поздравлять с победой. Что же касается, там, представителей Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатах, то я очень надеюсь, что подобных вещей не будет и не будет признан Владимир Путин как избранный, законно избранный президент Российской Федерации. И, соответственно, дел с ним и встреч проводиться не будут, имеется в виду официальных встреч. Ну, посмотрим, опять-таки, мы на следующей неделе будем как раз это наблюдать в режиме тоже онлайн. Действительно, мне очень хотелось бы надеяться, что ни одна цивилизованная страна не признает эти выборы состоявшимися, не признает Владимира Путина как избранного президента России. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Сидельников, политик, лидер международного движения «Говорите громче». Говорили о так называемых выборах Путина, которые завершились, но и победу Путину действительно нарисовали 87% по предварительным подсчетам голосов. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин